Тебе письмо. Пишут Степану из суда. Оказывается, за полтора года своей жизни мальчик умудрился задолжать ТНС «Энерго» за пять лет. И такие письма получили все пять членов семьи Сазоновых. Каждый должен по 12 тысяч рублей. В сумме больше 60 тысяч. Ну вот же квитанции. И все оплачены вовремя. Есть чеки от предыдущего хозяина. По ним видно, первый долг появился в июле 2014-го. 9 тысяч рублей. Хозяин пошел разбираться к председателю. Но председатель здесь ничего не решает, по идее. Он сказал, извините, бананив не мая, идите в фирму. Он приходит в ТНС, говорит, за что? Они, судитесь. Судился, дело выиграл, тут немножко у него позбавили. А, нет, не позбавили. Ему выдали бумажку, что они обязаны у него это вычесть из долга. Но из документов, из квитанции этот долг не ушел. Дом с долгами Сазоновы купили год назад. Хотя фактически предыдущий хозяин всегда платил. Такие письма получили и все жители дачного поселка. Василий Терехов, например, должен за пустой участок. На его участке нет ни одной лампочки. Туда даже дороги нет. Интересно, что в квитанции указан долг за электричество. Но за потребление стоит ноль. И суд он проиграл. Суд нашу апелляцию рассмотрел в пользу ТНС «Энерго». И за 2015-2016 год присудили нам с учетом исковой давности 10 тысяч рублей. Там 10 чем? Да. Когда я взял счет в пау ТНС «Энерго», на счете у меня долг 27 800. Плюс дачники жалуются на новую строку в квитанциях. МПО – места общего пользования. Но какие, если на улицах нет ни одного фонаря? В ТНС «Энерго» нам объяснили – это потери. Это технические потери, непосредственно, которые теряются в трансформаторных подстанциях или в линиях электропередач. И потери, так называемые коммерческие потери. То есть это незаконное подключение к сетям, это всевозможные ухищрения с манипуляцией, ну или манипуляцией с работой приборов учета. Долг за эти потери распределяется на всех жителей. И тот же Степан Сазонов получил письмо, потому что по документам он один из пяти собственников дома, а все дачники – собственники электросетей Донской чаши. Данные сети возводились и строились за счет членских взносов конкретных собственников, то есть людей. И, соответственно, раз они и строились за их счет, они и принадлежат этим людям. Содержать и оплачивать электропотери. А искать их причину энергетики советуют жителям среди соседей. На сегодня потери по киловатт-часам втрое больше потребления. Кстати, для Сазоновых долг будет перераспределен с предыдущим хозяином. Им начислится сумма за год проживания. Но после того, как семья переоформит лицевой счет оплаты за электроэнергию на себя. Евгения Слинкина, Руслан Хамщеев, Дон-24, Батайск, Ростов-на-Дону.